Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Сергей Пьянков и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми на комфортабельном семейном автомобиле Черри Бонус от компании Демидыч, что на Ким 75. Что-то в последнее время погода нас совсем не радует. Вроде макушка лета на дворе, а настоящего летнего тепла все нет и нет. Но буквально сегодня в интернете появилась информация о том, что к Перми приближается невероятная жара. Так ли это на самом деле? Интересуемся, как всегда, у специалистов. Ну что, у нас действительно будет жарко. Сейчас антициклон, который будет определять погоду на ближайшие пять дней, находится на севере Свердловской области, но очень медленно смещается в сторону Казани. Вот через пять дней он окажется там. То есть все эти пять дней мы в области высокого давления, поэтому будет преимущественно без осадков, и температура воздуха будет постепенно нарастать. Днем у нас будет, ну я думаю, что уже к выходным мы приблизимся к 30-ти градусной отметке, а где-то в начале следующей недели мы перейдем через эту отметку. То есть днем 27-32 по территории края, ну а ночь где-то до 15-20 повысится температура. Буквально на днях в самом центре Перми на улице газеты «Звезда» появился голубой квартал. Нет-нет, никаких ассоциаций и предназначений. Улица на самом деле голубая. Цвет у нее такой. Просто как-то поутру, откуда ни возьмись, здесь по проезжей части побежала красочная голубая река. Вода высохла, ну а цвет остался. Так что еще раз повторяем, теперь в нашем городе есть голубой квартал. Если на улице газеты «Звезда» появился квартал голубой, то здесь, на улице Крисаново, квартал мокрый. А вот и источник. Канализационный колодец, из-под крышки которого сегодня целый день бежит чистейшая водица. С одной стороны, конечно же, хорошо. Дорога постоянно увлажняется, пыли опять же поменьше. Ну а с другой, это ведь, наверное, непорядок, когда на протяжении долгого времени такое огромное количество воды убегает в неизвестном направлении. В никуда практически. Все-таки замечательные люди живут в доме номер 83 по улице Петропавловской. Когда бы мы сюда не заехали, им всегда есть чем нас удивить. Вот и сегодня заходим в подъезд, а он сказочный. И стены не просто разрисованы, а по-сказочному разрисованы. Если царь, то в пайетках и стразах. Если осьминог, то над сундуком с каменями. Да всего этого и не описать. Всем этим можно просто любоваться. День подходит к концу, заканчивается и наше дежурство. Маленькие новости в большом городе для вас сегодня собирали Анна Водоватова, Сергей Пьянков и Прохор Осипов. Обо всем, что вас радует или огорчает, вы можете сообщать, как всегда. В информационно-справочную службу дежурный по городу по телефону 2-630-300. Заодно и поучаствуйте в нашем конкурсе на лучшую новость недели. А в случае победы обязательно получите подарки от царь класса. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарования и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Продолжение следует...